В работе приняли участие делегации от 10 пограничных ведомств государств-участников СНГ, а также представители взаимодействующих органов и международных организаций. На повестке дня анализ обстановки, складывающейся на западном участке внешней границы Содружества, подведение итогов деятельности Совета за 2014 год, а также определение приоритетов дальнейшего сотрудничества. В повестке дня сегодняшнего заседания Совета командующих было внесено 8 основных вопросов и 15 подвопросов. По всем этим вопросам достигнуты договоренности и сегодня будет подписано и идет подписание 20 решений Совета командующих. Основными из них является прежде всего первый вопрос об особенностях обстановки, складывающихся на западном и северо-западном направлениях внешних границ Содружества независимых государств. Мы сегодня досконально обсудили те угрозы и вызовы безопасности, которые сегодня складываются на наших внешних границах, обменялись вопросами, касающимися взаимодействия в этих условиях и обратили особое внимание на необходимость в приоритетном порядке дальнейшей работы не только по взаимодействию, но и совместной работе по реализации достигнутых договоренностей. Место проведения мероприятия значимо и символично. Брест не просто город на границе, это своеобразный мост, соединяющий Восток и Запад. А потому эффективная работа пограничного ведомства здесь особенно важна. Со стороны руководителей областной вертикали власти на Брещене делается все возможное, чтобы граница функционировала надлежащим образом. Сегодня наша область является не только западными воротами страны, но и таможенного союза. А с 2015 года это будет еще и границей между двумя крупнейшими интеграционными объединениями, Евросоюз и Евразийским экономическим союзом. Потому вопросы, связанные с обеспечением охраны границ, для нас все излучайно важны. Ведь это имидж страны и гарант успешного политического и экономического сотрудничества в других странах. И мы крайне заинтересованы в том, чтобы усилия пограничных войск различных государств в решении этих вопросов были объединены. В рамках мероприятия руководители погранведомства знакомились также с инфраструктурой и системой охраны государственной границы на заставе Брест имени героя Советского Союза лейтенанта Кижеватова. Итог встречи – более 20 совместных решений, в числе которых и утверждение нового гимна Международного союза общественных объединений ветеранов пограничных служб, а также детальное обсуждение плана мероприятий, посвященных 70-й годовщине Великой Победы, среди которых и масштабная длиной более 60 тысяч километров эстафета памяти. Каждому из государств, сотрудничество из государств, выделено определенное время, в течение которого они проводят эстафету по границам своего государства. Прохождение эстафеты связано прежде всего с ее нахождением в определенных населенных пунктах, где будут проводиться массовые патриотические, общественно-политические мероприятия среди молодежи, среди местного населения, с участием администрации, воинских формирований, которые там дислоцируются. Это и митинги, и собрания, вахта памяти, встречи с ветеранами. В общем, это такое массовое, объемное мероприятие. Сопровождать будет каждый этап эстафеты.